Всем добрый вечер! Ребята, я сегодня расскажу о том, что, я надеюсь, будет всем вам очень полезным. Я сегодня пораюсь своей речи не допускать никакого вышита, не допускать никаких общих слов о том, что, типа, стартаты — это зашибись, а не стартаты — это зашибись, никаких общих рекомендаций, которые мы с вами уже слышали. Лекция моя будет, на самом деле, интерактивна. Если кому-то в какой-то момент что-то хочется сказать, говорить, то это просьба поднять руку, и я закончу мысль и обращусь к человеку. Лекция будет состоять из трех частей. В первой части очень коротенькая, но самая классная. Я расскажу, какая замечательная. Это делается не для того, чтобы мне было хорошо. Это делается для того, чтобы ответить на ваш вопрос возможно. Зачем слушать эту локацию? Во второй части я расскажу конкретно, что нужно делать для того, чтобы попасть из точки А, в которой разные стандарты находятся. Я догадываюсь, что многие из вас здесь ребята очень продвинутые. И еще меня можете много научить, но можете когда-нибудь научить, можете подойти сюда. Как попасть из этой точки А в точку Б? То есть абсолютно конкретные рецепты, рекомендации человека, который много раз вывалил, много раз упаковывал и много раз построил достаточно успешные, как я считаю. И в третьей части мы пытаемся интерактивно общаться на любую телу. Большая просьба, как бы общаясь, называть имя стартап, не включить его. И стараться задавать вопросы кратко, потому что, ну, как бы, чтобы мы могли пересмотреть. Первая часть партизонского балета, расскажу про себя. Игорь Шайфлот, живу я в Сан-Франциско, в вашей замечательной стране уже 22-й раз. Служить сложно надо поверить. Вот по паспорту посчитал, уже второй паспорт, то есть еще ревные дела. Родился я в Сибири, вырос в Белгородской области, в Зачуханом, в Белом городочном, 2-й Оскол. Вот, учился в Москве, в Америку. В Америке я построил кучу стартапов. Огромное количество было у меня пока. Было очень успешных стартапов. Я был CEO большого игрового стартапа. 72 игры. Самый большой игровой портал на мейкософскую активизм в 93-й годы. Давали 0-10% всего мейкософского драфика в те времена. Огромное количество пользователей. Второй мой, относительно успешный стартап. Я был соотнователем, одним из двух основателей. Кротки.ком. 5 миллионов активных пользователей, 25 миллионов уникальных посетителей. Поскольку эта цифра начала 2000-х годов, это был один из самых больших вообще сайтов. От 420-го до 470-го. Молодец на протяжении. Так же, как и Exxon Games, которые зарабатывали исключительно на рекламе. В те времена реклама была очень неплохая. Это долларов в кем. Фотки зарабатывали на рекламе, на принтах, на оплате членства, если кто-то хотел. Это был Unlimited Storage. Было это за долгие годы. Был Facebook. Instagram. Фотоплакета. Кликера. Такие замечательные сайты. Третий мой успех был в 2004 году, когда я продал компанию, которая называлась Meet Internship. Это был большой портал для интерна, в котором студенты искали себе практику. Было это во времена, не знаю, знаете, такой сайт monster.com. И в Monster просто не было такого функционала, где студенты искали практику. И очень удобно было им искать. Очень удобно было людям находить. Манхетт Институт. Не знаю, что это Манхетт Институт. У меня в 2004 году за эту компанию купил. Еще я сделал кучу всего. И в 2010-м, избавившийся от своей доли в флотках, вышел на послуженную пенсию. И решилось, что уже больше ничего не было делать. Кроме преподавания в МЮЦЕР. В 15 лет я преподавал в трех больших известных университетах. Беркли, университет Сан-Франциско, университет. И пару раз читал лекции в центре. Больше меня в центре не приглашал на лекции. Так что это говорит многое о качественной лекции. Лекции я читал по биральному маркетингу, по леченному капиталу, по стартапу, по фантрейзингу, по диджиталму. То есть, в общем-то, по всем темоскектам, которые я занимаюсь. Пять лет назад, когда я думал, что все, как бы, теперь я могу спокойно писать книжки, читать их. И читать лекции в замечательном веке. Мне позвонили мои друзья, которые мне в месяц давали 8 миллионов долларов на охотке. РБК. Основатели РБК. Герман Каптун, Артема Мютина, Александр Маркутин, Миша Туреевич и так далее. И пригласили участвовать в компании «Инди Инвестницы». Это рейнерный фонд, который они организовали, который я институционный партнер. Мы проинвестировали 40 стартапчиков. Инвестируемые на 250 тысяч долларов в 150 миллионов долларов. Один из самых успешных, насколько я знаю, рейнерных фондов. 5 наших компаний переоценены за 100 миллионов долларов. Входили на 4, 5, 6, 8, 10 миллионов долларов. Самый большой, пока что наш рейнерный фонд был 300 миллионов долларов. Входили по 5 миллионов долларов. Компания «OnePage». Нечка-черточка «Page.com» IPO на австралийской бирже 300 миллионов. И еще 4 компании вышли за 100 миллионов. Одна из них, я думаю, будет сильно-сильно за 100 миллионов. Так что надеемся, что из этих 4 хотя бы 1-2 линкорна в космосе у нас. Думаю, что будет через два. Раньше может через три батареи. Это будет мега круто. Вот. Также у нас, наверное, порядка десятка компаний, которые вышли за 50 миллионов по переоценкам. Типа, например, «Utoto». Не буду некоторые называть, потому что они местные. Вот. И плюс к этому, 4 года назад, Саня Петерева, я думаю, что многие знают, вовлекся в такой замечательный стартапчик «Happy Farm», в котором Аня, насколько я помню, она из-за Петровска, в котором Аня Петерева, бывая, остается CEO, главной такой движущей силой, мозгом и всем прочим душой этого проекта. Я, если честно, конечно, председатель Совета Директоров, то есть такой больше с вами генерал, который помогает со стратегией, в отношении инвесторов, программой и так далее, и так далее. Вот. И еще много есть, с чем я занимаюсь. Значит, к чему я рассказал длинную-предлинную, я думаю, минуты четыре, наверное, от вашего времени знал, длинную-предлинную историю про себя, к тому, что я сижу на бардах огромного количества компаний. Я инвестор в огромном количестве компаний, я адвайтер в большом количестве компаний. Общий мой портфель стоит, примерно, миллиард долларов. Это не значит, что я миллиард стою, чуть-чуть меньше стою, даже значительно меньше. Но это создает очень большой рог. То есть ценность моя, для чего я все это рассказываю, для того, чтобы сказать, что ценность моя в том, что у меня было огромное количество покапов, я очень четко понимаю, как не делать, я немножко менее четко понимаю, как делать, но вот этим пониманием, как делать, и, наверное, пониманием, как не делать, я посчитаю сегодня сам. Итак, это была классная для меня часть. Я рассказал, какой я крутой. Во второй части я попытаюсь рассказать вам, какие вы крутые, как вы сможете построить все, что вы хотите построить. Заранее извиняюсь за то, что некоторые вещи, которые я буду говорить, конечно же, пропусные и истинные. И, конечно же, я не думаю, что совокупно вы не знаете хоть чего-либо из того, что скажу я. Но, тем не менее, у каждого из вас есть, наверное, какие-то пробелы, какие-то там части, которые я могу своей маленькой лекцией заполнить. И я очень надеюсь, что эта карта поможет. Еще раз призываю, в момент лекции, если у кого-то возникает какие-то вопросы, возражения и так далее, возьмите, пожалуйста, руку, я закончу фразу, обращусь к вам. Итак, когда мы начинаем стартап? Одна из очень важных фундаментальных вещей, которую я продолжаю повторять всем, в том числе очень продвинутым стартапом, десятки миллионов долларов, заключается в том, что в самом начале следует создавать три группы знаний, три группы компетенций, три группы людей. Иногда бывает в стартапе общательный человек, иногда два человеками. Тем не менее, эти три группы компетенций обязательно должны быть. Без этих групп ваш стартап будет на костылях, он будет однобойский, что-то не получится и так далее. Какие это? Одна группа – это аналитика. Невероятное количество народу, питчей и будет питчей, я в этом не занимаюсь, мне идеи, которые я хочу повторять. Либо пытается уверить меня, ну, бог со мной, главное себя, в том, что их какая-то идея или подходы виталия. Друзья мои, для этого существует аналитика. В принципе, аналитика, конечно, начинается с бедной фразы гугловых тех пор. То есть, когда вы изобретаете новый способ вырезания бетонным звездочек лайдером, первое, что нужно сделать, это зайти на гугл и писать вырезание бетонных звездочек лайдера и посмотреть, не делаете ли кто-нибудь, нету еще. Но это совсем великимая аналитика. На самом деле, аналитика – это первая группа знаний, первая группа пониманий, которая необходима на стартапе и которая должна продолжаться все время. Все время. Это попытка постоянно, динамически, не один раз, а постоянно какому-то возвращаться, анализировать рынок на предмет. Сейчас буду говорить много всяких разных неумных слов, которые вы все знаете. На предмет того, какие конкуренты, какие сканалы бета, кто может быть партнером, какая ценовая политика у жизни в этих людей, и что из себя представляет бизнес-модель этих людей, как клиенты решают сейчас этот вопрос, как вы можете видоизменить это, какие существуют сегменты в рынке, чем отличается ценовая политика одной компанией от другой, как один конкурент делается в маркетинге от отличающего, что из себя представляет прямо на другую и так далее. То есть это такой большой-большой вайфбуд, который в принципе должен существовать в нигде. Я сейчас виртуально буду рисовать пальцами, не рисуя ничего. Это должен быть файл, на самом деле. Это должен быть обычный гугловский, лучший спретшип. Можно в принципе документ, но спретшип он реализован. В котором должно быть на самом деле несколько секций. Некоторые делают несколько отдельных данных. Некоторые делают прямо базу данных. Тем не менее, на совсем предвидимом уровне это в принципе может быть одна подлинность. Еще раз, для тех из вас, которые более конченые, может быть это даже данных. Короче, первая часть аналитика. Значит, что из себя представляет конкурент? Конкурент один, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше вы рисуете колонки, которые связаны с ценовой политикой канала, которые они используют, позиционирование, бизнес-модель, и так далее, и так далее. Дальше могу не говорить, вы люди очень умные, зачастую лучше меня знаете, кто при вам торговляет. Следующие вещи. Новые технологии, которые есть. Новые технологии, которыми пользуются ваши конкуренты. Технологии, о которых вы где-то прочитали. Технологии, которые, может быть, еще не задействованы, но пойдут. То есть аналитика это ваше постоянное, еще раз повторю, не один раз сделанное, ребята, и не раз в год сделанное. А вы должны постоянно к этому возвращаться. На каждом вашем, ну, как бы у маленьких компаний обычно бывает совета директоров, да, у них есть какая-то, я надеюсь, периодичная встреча. Мерночная. На каждом, в кавычке, на каждом, в кавычке, в борде, вы должны возвращаться разочек к аналисту и говорить, что мы говорим. Окей, пацаны. Значит, главный конкурент номер один – новости. Главная технология, на которую мы смотрим – новости. То, что считаем. Наша ценовая политика по сравнению с ценовой политикой чуваков. То есть, если будет превышен ченнел, то канал избыта, канал избыта наших конкурентов по сравнению с ценовой политикой и так далее. То есть, первое большое-большое направление – это мы. Второе большое-большое направление. Я его называю очень хорошим словом «кубаковка», но я просто, ну, не знаю лучшего перевода. Это тэгггинг. У вас в английском тэгггинг. Как эту штуку показать. Значит, вторая штука касается второе направление ваших усилий, компетенций, постоянного изучения, раздумывания, обсуждения и так далее – это тэгггинг. Упаковка. Упаковка входит очень много всего. В принципе, это такая же простейшая табличка, я виртуально рисую пальчиком эту табличку, которую вы должны составлять. Упаковка – это ваш правильный сайт, различный контент о том, какие он классные, как вы это делаете, различные видео, различные визитки, различные фритюз, различные пособия для ваших пользователей, различные подготовленные и заготовленные статейки, подготовленные и заготовленные вещи. Документация или API, если у вас есть API. База данных насчет того, если вы действуете, как положено, на китайском, французском, американском рынке, значит, четкое понимание, что вам нужно по языкам. То есть, на самом деле, это куча зачастую очень интересной и креативной, зачастую достаточно кучей ненудерной работы, которую я терпеть не могу. Убедиться, что это фритюз, переведено потери, убедиться, что если мы идем на канадский рынок в Канаде, многие говорят английский, французский, у вас есть фритюз. То есть, packaging – это такая штука, где вы постоянно думаете, чем еще упаковать ваш продукт. И в это входит обшивка. Все, что касается различных описаний, презентаций, и так далее. Также очень большая часть копченки – это так называемые PR materials. То есть, это готовые, это очень важная штука, это готовые заготовочки для прессы, но не обязательно для формальной прессы, там, для Newsweek или Oswego. А там любой журналист или блогер, который к вам обращается, у вас должно быть, там, вот такой упаковочный склад должен быть, и там, на сайте или еще где-то должно быть. Вот видео у нас, вот, там, картинки нашего лога, высокое изображение, вот, там, интервью такого-то чувака, вот white paper, если вы делаете продукт о том-то и о том-то, вот API рекомендация для такого-то, для такой-то задачи, такой-то задачи и такой-то. Значит, это вторая часть упаковки. Этим нужно заниматься также все время. Третья часть, это, ее можно разными отзывать словами, это, как бы, ну, можно так сказать, окопы. Это окопы. Это самое главное, о чем я сегодня буду говорить. Потому что они первая и вторая, они, понятно, больше чем 5 минут на них сейчас набрать не стоят, но в вашей жизни, в жизни стартапов, в жизни компании должна быть заложена некая периодичность, некий ритм. Ну, скажем, каждые две недели мы собираемся и двоим обновляем. Каждые две недели мы собираемся и проходимся по тому, какие видео у нас доснятые, все ли у нас нормальный CTQ, есть ли у нас нормальный F, подготовлены ли у нас визарды, знают ли у наших пользователей про вот такой функционал, есть ли у нас newsletter, там, и так далее, и так далее. Третья часть, это окопы. Ну, грубо говоря, в английском это звучит как все время, the tranches, то есть, как бы, траншеи, может быть, правильно все находится. Какие-то самые углубления, в которых сидят, собственно, бизнес-девелопменты, люди нифигачи отстреляют, добраться, извиняюсь за использование такому термину в тверде, который мне очень интересно находится рядом. Вот. Значит, что входит в эту третью позицию? Это, собственно, главное, о чем я сегодня буду говорить. То есть, это бойцы, которые занимаются многочисленными способами роста. И это то, на чем сегодня я буду концентрироваться, наверное, 70-80% времени. Я расскажу... Плюс к этому у нас остается то, что касается инвестиций, и затем будем общаться интерактивно. А можно водички? Спасибо. Спасибо. Значит, о ком? Существует штук пятнадцатого глава фаттенда, вы помните нам? Честный вопрос. Четыреста? Четыреста? Вау, я не буду. В общем, существует невероятное количество не только честного отъема денег, но и честного роста. И не думайте, что в моей лекции я покрою их все. На самом деле их очень много. Я всем очень советую различные бесконечные сайты, статьи и так далее по гроуз-хакингу. Но гроуз-хакинг — это такие, знаете, хэк — это когда у вас нет ключа, и вам нужно какую-то скрепку за сны шевелить и открыть. В принципе, каждый раз вот так ходить домой — это, наверное, очень хорошая идея. Гроуз-хакинг — это просто некий какой-то набор всех этих кишечек и подходит. Я же более сторонник, ну и все, кто выращивали большие такие компании с миллионами и миллионами пользователями, миллионами продаж и чистой прибыли, все эти люди знают, что самое главное, ребята, — это система. И то, что касается эффективности, у роста — а рост — это самое-самое главное слово в стартапе. Дойдем еще до мультизации — это второе самое главное слово в стартапе. Значит, у роста существует, ну, я думаю, штук 12-15, я когда-то их даже квалифицировал, даже где-то на интернете, если вы по-рублите «Шайкод» и «Гроуз» или «Рост», то есть, по-моему, две разных лекции, где я даже прямо на мои творки пишу. Но поскольку здесь обралась такая аудитория, я уверен, людей, которые сами много чего могут по этому теме рассказать, все, что я делаю, сейчас я промаха как бы перелистаю их, тратя несколько минут на каждый. Еще раз абсолютно уверен, что в совокупности вы мне такое можете рассказать по каждому из них, но я думаю, что это будет полезно тем, что мы для всех заполнены белые или серые пятки, по крайней мере, так наметим. Прикольно, а я на эту тему думал, мы так о все будем делать. Итак, в любом порядке, вообще в любом порядке, начнем по стратегии роста. Стратегия роста – это самое главное, это то, о чем вы должны думать, просыпаясь, это то, о чем вы должны думать, засыпаясь, это то, о чем должна болеть голова всех участников стартапов, кстати, и программистов, дизайнеров, гемов, там, неважно совершенно. Все должны заниматься роста, все должны сидеть в покупках и гулять в сторону продажа. Итак, первый, в любом случае, самый важный, просто первый, там, в случайном порядке – пиар. Паблика и большинство. Совершенно потрясающая штука, и есть такие продукты, есть такие сервисы, которые выросли только в пиаре. То есть они даже не пользовались вообще ничем, только исключительно пиаром. И пиар может быть настолько мощной штукой, он настолько может, как бы, поднять огромную баллону, что все просто пойдет. Ну, один из примеров совершенно потрясающего, убойного пиара, не знаю, знаете ли вы или нет, такой сайт Zillow, удивительно, кто знает Zillow. Окей. Ну, кто не знает, очень сильно советую просто публик Zillow, Z-I-L-L о удовольствии. Значит, Zillow не было, и потом вдруг он был. Чуваки спланировали, наверное, самую потрясающую пиар-атаку, наверное, просто за всю историю, ну, я не знаю, человечество ли, но интернету точно. То есть в одну прекрасную там ночь, там напряжение нескольких дней, вдруг все, вот там ABC, NBC, CNN, Fox, Wall Street Journal, New York Times, Boston Globe, Санкт-Петербург, А вот это, конечно, такой очень дорогостоящий пиар, это люди заранее готовились, заранее договаривались с редакцией, что каждой будет дано интервью не повторяющееся, а на какую-то особенную тему, каждой будут даны какие-то картинки, что будет какое-то период молчания. Насколько я знаю, кстати, кто-то его нарушил, и поэтому пришлось вдруг резко всем писать, потому что кто-то чуть-чуть раньше написал на интервью, вот, ну, как бы ничего страшного, все равно. То есть он взлетел вот так, он просто появился ниоткуда, и чисто на пиаре, вот чисто на пиаре стал гигантским сайтом. Если вы проверите, трафик делал по Алексею, я там не помню, конечно, но там, ну, просто десятки миллионов пользователей. Гигантский сайт, зарабатывающий огромнейшие совершенно деньги, нереально крутой бизнес. Я ни в коем случае не хочу, однако, сказать, что для того, чтобы у вас был успешный пиар, вам нужно тратить миллионы, миллионы долларов, как это было, это просто офигенный пример того, как ребята чуть ли не в одну прекрасную ночь, и неоткуда и стали the place to real estate. Просто в Америке, если вы хотите купить или продать дом, место, куда вы идете, это просто продать. Тем не менее, такие вещи, как, я не помню, как он назывался, Russian Roulette, помню, да? Чат-чат-рулет. Чат-рулет. У них была тоже совершенно потрясающая пиар-компания, но эта пиар-компания строилась на том, что ребята сами абсолютно просто хакнули пиар, абсолютно просто подготовили очень прикольный пиар. На самом деле самый прикол заключался в том, что если разобраться, они даже не придумали ничего нового. То есть вот эти все чаты такие случайные, их было дофига и больше. Но они это принесли таким классным опытом, так легко и секси. Ну, к сожалению, в плохом смысле секси. В общем-то, сайт ничего такого хорошего не получил, это не секса. Да и секси не получил. Но, тем не менее, пиар-компания была вот такая. Они появились из ниоткуда, и вдруг все, вот американский телевизор, я там показываю старый советский телевизор, когда по каналам крутились, просто все-все-все говорили. Просто потому что, ну, это было сенсационно. Они просто правильным образом отлично были. Значит, пиар – это очень мощная штука. На самом деле совсем не нужно иметь большого человека. Совсем вам нужен ростный журнал. Вам нужно просто четко определиться с тем, кто называется opinion leaders. И эти opinion leaders – это совсем не менее люди пишущие об интернете вообще. Более того, я с которым промолену штуку. Люди, которые очень популярны, я всех не буду. Типа, ну, точно не меня, я не популярным не буду. Но всякие вот такие крутые, которые, да, я там в Украине отвечаю вообще, я играю с интернетом, рассказываю там что-то. Как раз вот эти люди не нужны. То есть, да, изгоняло, напишут это нормально, но пытаться что-то такое… Это достаточно, как правильно ты виден, обменные, высокомерные и так далее. Но у каждого стартапа существует какая-то своя ниша, да, тот же, та же недвижимость, те же автомобили, тот же спорт, та же мода и так далее. Во всем этом существует значительное количество очень для этих людей. И тут существует очень интересная штучка про ондейл, все знают, да? Если кто-то не знает, я скажу. Окей, супер, классно не играй. Вот, значит, в этом ондейле есть такая тень очень интересная. Значит, вот самые-самые топы, то есть там какой-нибудь мега крутой ведущий или ведущая я какой-нибудь передачи, популярной передачи про моды, для нее достичь все равно нужно пытаться, но до нее добраться будет очень сложно, а она такая привыкшая, что ей за это платят, что ей нужно долго уговаривать, там пичьи и так далее, фигня. В самом конце этого ондейла, ребятам, он тоже не нужен, то есть только у кого там аудитория в Facebook, там 50 человек, которые что-то такое читают, это тоже не верят. А вот ребята, которые находятся где-то не на самом верху, но достаточно высоко, вот это самый, как говорится, sweet spot с плоденькой места. Почему? Потому что эти люди не разбавлены, эти люди с удовольствием смотрят за тем, что новое, этих людей достаточно легко идентифицировать. Ну, во-первых, опять же, это отдельная лекция, сейчас про PR можно часами говорить, это офигенная тема, а это бесплатно, это абсолютно бесплатно получение новых пользователей. Значит, этих людей довольно легко идентифицировать. Во-вторых, существуют различные средства, как найти тех, кто пишет о какой-то теме. Во-вторых, любые темы, там, давайте возьмем опять же моду, о которой я мало что знаю, о той же моде существует сообщество ребятное, существуют какие-то места, в которых эти люди тусуются, существуют какие-то люди, которые об этом пишут, существуют просто, ну, тупо говоря, там, если поискать какие-то ключевые слова на Twitter, что является одним из самых таких классных точек изучения, как бы, шума, изучения клиентов, то вы легко найдете те, кто самые такие тренды по каким-то темам, и именно этих людей надо пичать. В общем, как найти людей, которых пичит, это очень легко. Еще раз совет, не пичите таких очень слабеньких, потратите много времени, не пичите самых-самых топов. Ну или пичите, но просто, скорее всего, пока вы не выросли до чего-то, результат будет очень слабый. Пичите тех, кто достаточно высокие, да, там, в которых, скажем, сотни или тысячи, ну, не десятки тысяч, не сотни тысяч. Вот. Или тех, у кого на ютубе, там, скажем, десятки тысяч followers, но не миллионов followers. Предположим, десят тысяч followers, сто даже, ну, точно не там, не пять миллионов. Потому что, ну, просто для этих людей это не то, как правило. Для этих людей, там, взяла, ну, у нас есть бюджет, там, 100-х тысяч долларов, давайте мы будем иметь такую компанию. Дальше, значит, это кому пичить, в реале. Да, пресса это тоже классно, прессу тоже можно пичить, но вот инфлюенсерс это самые крутые люди, потому что пресса смотрит на инфлюенсерс. И пресса очень хорошо знает эти инфлюенсеры, влиятельные люди, лидеры общественные. А вторая, да. Олег, вот, для других проектов, можете делать какие-то успешные KCPR, особенно… Зилу на самом деле не любит, но не только выключить. Больше какой-то enterprise. Вот, на 20-10, где-то здесь на первых. Да, с enterprise нам тяжелее вот именно вот такой вот overnight-сакцет, потому что overnight-сакцет требует, чтобы было секси. То есть это должна быть какая-то очень яркая история. Зилу, да, очень яркая история. Вдруг, из космоса, там видите, где сколько какой-то дом стоит. Можете высчитать среднюю цену. Вот этот дом должен стоить только. Это нереально продать. Overnight такого я не знаю. Но очень… И при любви еще это такая штука, что как в индустрии… «The industry provides itself and they concern» То есть все гордятся тем, насколько они умеют консервательный подход, насколько они умеют изучать аналитику и так далее. Но при любви по пиару есть вот такая тема очень интересная. При любви во многих сегментах прорваться без пиара просто нельзя. Потому что если мы права не читали, если права не пишли какие-то там издания, какие-то там аналитики и так далее, мы с вами делаем B2B, потому что мы в том. То есть нам перед собой нужно толкать тачечку, в которой там все эти журналы, как детские публикации и так далее. Иначе в одну штуку… Две, либо три тачечки выводить не может быть. Но по B2B-шному пиару там вот такая штука. Самый, конечно, успешный B2B пиар, поскольку B2B он очень сильно верит, в бренду. Поэтому любая манипуляция брендами для B2B работает не она. Типа есть компания, дальше, как говорится, прошлое название, там SAP, у которого решение такое-то, а вот есть юная компания, там XYP, которая сделала решение, которое в отличие от решения SAP и даже… Это очень круто работает. Вторая штука, которая для YouTube очень круто работает, это как-то такое примазывание бренда. То есть вот бренды с API, оказывается, если у вас получается действительно как-то где-то с кем-то чуть-чуть договориться с партнерами, что-то сделать, для кого-то синтегрировать, там вот какая-нибудь там, не знаю, «Телеком Италия» начинает работать потом. Ну вот, как-то такой мелкий совершенно совет, но вот все, что… Для B2B пиар, еще раз повторю, это не средство роста, это вот коляска, с которой лежит куча всего, без которой некоторые двери просто не найдут темы. Вряд ли кто-то в B2B, поскольку… Опять же, the industry provides itself a great concern. Вряд ли кто-то в B2B начнет покупать что-то, прочитав там, в каком-нибудь интервете, что… Спасибо. Вот, значит, вторая часть очень важная по пиару, если честно, я что-то задержался раза в три, наверное, больше в пиаре, чем хотел, но окей, как-то помесло немножко. Значит, это как питчить. Пич, ребята, это очень важная штука. И питч журналисту очень должен быть похож на… Ну, в некоторых отношениях, не на всех, на питч инвестору. В питч инвестору, мы до этого дойдем, вы должны спросить на том, как вы вырастите. В питч журналисту вы должны быть… Несколько правил, может быть, даже стоит записать. Вы должны быть краткими. Не могу достаточно подчеркнуть, насколько это важно. Краткость. Человек, который получает… Это я. Десятки, если не сотни, каждый день писем от людей, которых он не знает, ничего не ценит так, как то, что, когда он открывает письмо, вот все, что в письме – это вот так. Да? Мне не надо скроллить, а раз посмотрел, я это прочту. Если же я открываю письмо и в нем вот так, очень большой шанс, что просто даже читать не буду. Ну, то есть так… Окей. Ну, просто потому что, как бы, здравствуйте, меня зовут Коля Иванов, я родился в Кривом Рогу. В Кривом Рогу у нас там тот лиц, вот, а также мы делаем так… Мне уже вот все, вот этот человек не умеет продавать, мне ему неинтересно и так далее. Значит, пич прессе должен быть, еще раз, первое, очень краткой. Желательно никакого слова, вот такой один парадок. В нем должны быть какие-то визуальные вещи. То, что лучше всего, конечно, это какой-то линк на YouTube и заранее предупреждение, что посмотрите, пожалуйста, этот минутный ролик или этот 30-секундный ролик. Потому что иногда, когда нажимаешь на YouTube, там 15-минутная какая-то фигня, ну, не хочется его смотреть. То есть, там, вот, 5-минутный ролик или там 2-минутный, лучше вообще полминутный ролик, который рассказывают о нас. Супер. Сразу же визуально, сразу же человек смотрит, думает, о, прикольно, вот это я могу опубликовать. Дальше. Ну, обязательно должны быть ссылки на что-то. Лучше всего, если это ссылки на какие-то интерфейсы, на какие-то визуал, на что-то, что журналист может публиковать. Для журналиста и для блогера визуальности это очень-очень большая часть. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Когда вы просто шлете кучку текста и что-то такое рассказываете, особенно если продукт сложный, это очень тяжело. Они зачастую стараются минимальное количество времени провести. Третье. Пич должен быть секси. Под секси я не имею в виду именно сексуальность, хотя это тоже будет ухраняется. В нем должно быть что-то, ну, как бы секси, то есть, о, прикольно, интересно, приковывает взгляд, другое, такое, заставляет меня задуматься, заставляет меня остановиться и так далее. То есть, что-то такое совершенно уникальное, совершенно странное, непонятное, интересующее, заставляющее приостановиться, присмотреться и так далее. Это очень-очень важно. Вот, вот, собственно, это все. То есть, коротко, визуально, секси, понятно, интересно. И старайтесь, если вы хорошие, то, что называется, копирайтеры, то есть, если вы хоть умеете, прикольно, подчеркиваю слово, прикольно, прикольно не в смысле, смешно, а вот так вот забавно, с таким хорошим, нормальным, литературным, приятным языком, то пишите. Если нет, осознайте, пожалуйста, друзья, что вы не можете написать. Найдите кого-то, у кого там, не знаю, журналистское прошлое, кто пишет или еще, и попросите человека, чтобы написано было гладко. Дело в том, что люди, пишущие и журналисты, они гораздо требовательнее относятся к словам. Поэтому корявые какие-то фразы, длинные, сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения совершенно вникальные. То есть, это должен быть очень-очень четкий пич. Собственно, все по пиару. Это вот один способ роста. Следующий способ роста будет для меня мега-мега простой и быстрый. Я его просто за минуту раскачу. Это называется Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Здесь я больше расскажу, чего не делать, чем то, чего делать. Значит, прежде всего SEO и SEO – это офигенная тема. И те из вас, для кого… просто есть некоторые, для кого это не совсем подходит, но для основной массы подходит. Я очень вам советую этим заняться. Значит, прежде всего предупреждаю, что нигде нет ни в одном способе роста нет такого количества жуликов и негодяев, как Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Поэтому соваться туда, не зная, о чем идет речь, идет речь – нельзя. То есть, либо у вас есть какой-то человек, которому вы доверяете лучше, там, друг, чем семьи, знакомый и так далее, который что-то делал, что-то понимает, либо не трогайте это дело. Значит, из правил того, с кем работать и с кем не работать, ни в коем случае не работать. Значит, существует куча всяких traffic-checking сайтов, да, типа Alexa.com, например, совершенно нормально работает. Если люди говорят, что они занимаются Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, и у них Alexa Rent миллион, просто закройте, забудьте, никогда туда не возвращайтесь. То есть, если люди говорят, что они это умеют делать, их собственный сайт, их собственный сайт должен быть мега круто раскручен. То есть, это хотя бы должно быть, Alexa, там, 20-30 тысяч, хотя бы. Если это даже 100 тысяч, трата времени, люди просто не знают, что такое SOSM. Собственно, все по SOSM. Это офигенная тема, не нужно подходить только зная, нужно обязательно иметь дело только с людьми, которые реально раскручены, и опасайтесь жуликов, потому что полным-полным людей говорят, что они это знают, там, тема, они вас сейчас выведут. Если они высокий бренд, сами, можно попробовать. Если нет, трата времени. Еще одна такая тема, тоже достаточно быстро, в отличие, я как на пиаре так слишком долго остановился, это реклама. Я на самом деле, я на самом деле большой противник рекламы для любого стартапа, большой противник траты времени, денег, ресурсов любого стартапа. Если только не, две вещи, первое, если это не приносит прибыль, то есть, если вы что-то конкретное, если, например, e-commerce, и вы нащупали какой-то канал рекламы, на котором вы покупаете трафик, и это конвертируется нормально, ну, отлично, почему нет. И второе, если только у вас нет ресурсов, то есть, если у вас, предположим, вы только-только начинаете компанию, все деньги, которые у вас есть, это, скажем, 200 долларов, и вы хотите потратить 200 долларов на рекламу, ребята, не тратите, просто закройте компанию. То есть, если все, что вы думаете, все способы роста, это потратить бабки и заплатить за рекламу, глупость. Я слышал от очень многих людей, типа, не, ну, ты начни немножко там в Facebook немножко и так далее. Это фигня все, потому что это не, есть вот такое слово, масштабируемо, scalable. Способны ли вы масштабировать, или вы не способны. Если все, что вы способны сделать, это платить бабки за то, чтобы был рост, не делайте этого. Единственное, еще раз, исключение, это если вы знаете, что у вас, скажем, платное приложение за 2 доллара, и что покупка, или там, что стоимость lifetime value, да, вашего клиента, там, предположим, 5 долларов, acquisition cost 4, и это не сломает ваш кешкул, да, то есть, это может приносить вам доллар, но если этот доллар придет через 2 года, у вас к этому времени закончатся деньги, то это тоже нет. То есть, вот с рекламой достаточно все просто. Теперь по теме, если вы, если у вас уже идет, и если у вас, или если, если у вас уже идет, и есть бюджет, там, я скажу, у вас миллион долларов продажи, и вы думаете, ну, выделю там 50 тысяч долларов на рекламу, либо, если, как я описал, для вас lifetime value клиента, скажем, не 5 долларов, а acquisition, скажем, 2 доллара 50 центов, и это не ломает ваш кеш-плоу. Тогда еще несколько трюков. Значит, тогда еще несколько трюков. Один из очень больших трюков, о котором практически никто из стартаперов, ну, может, кто-то знает, тогда я прошу прощения, но основная масса, к сожалению, у меня такое ощущение, что не осознает. Старайтесь искать не фейсбучную рекламу, не гуглопскую рекламу, а молодых, нишевых ребят, у которых существуют небольшие блоги, небольшие сайты, небольшие приложения, в котором еще небольшой трафик, но очень таргетирован, и в котором вы можете получить то, что называется the best bang for the buck. Самый лучший результат за каждый потраченный доллар. Эти ребята согласны и на тесты бесплатные, как правило, и на какой-нибудь спонсоршип очень недорогой, и на тест, который, скажем, типа, давайте мы потратим всего лишь 10 долларов и посмотрим. То есть никакой фейсбук не позволит вам делать мега-крутую компанию. Там вы сможете закупить за 10 долларов, но результат будет никакой. Вот. Значит, поэтому я очень вам советую начинать рекламу, когда вы не очень большие, с небольших нишевых сайтов. Почему ими не пользуются какими-нибудь BMW или какой-нибудь Mitsubishi? Просто потому, что у них слишком большие бюджеты, и им нет смысла пользоваться там, не обязательно, на которых весь трафик 10 тысяч человек. А для вас как раз имеет смысл, потому что можете очень здорово сэкономить, и вы можете понять, что и как происходит. Значит, по рекламной кампании, если вы ее делаете, точно так же, во-первых, существует множество инструментов, есть различные RTP-системы, существуют различные, как бы, приложения для оценки рекламы. Но самый простой и тупой – это, опять же, тот же самый спредшит, может быть Сэнчик, может быть Google, в котором вы просто постоянно отвечаете. Предположим, у вас там 25 каналов, по которым вы пытаетесь делать рекламу, вы постоянно должны смотреть, сколько вы потратили, какая конверсия, что получилось. И главное, вы должны четко от зубов. Среди ночи у вас должен отскакивать четкая цифра customer acquisition cost. Четкой абсолютно цифры вы должны знать. Если вы не знаете, то грош вам цена. И, ребята, сразу же, забегая вперед, очень важный момент. Вот сейчас, если кто-то там проверяет Facebook, либо пишет, что там чувак какую-то лекцию читает, отвлекитесь на минуточку, послушайте, очень важный момент. Принцип, который я сегодня пытаюсь защищать, это то, что успешный стартап – это рост, 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 рост и, естественно, монетизация. Очень важный способ стартапа расти, монетизировать и быть успешными – это run business by numbers. Делать все цифрами. Цифры, цифры, цифры. Я, когда учился в школе, математику не очень любил. Я гуманитарий такой, я это выраженный, с тремя историческими образованиями и одним бизнесом. Но цифры – это самое-самое важное в стартапе. То есть вы, фаундеры, я думаю, что люди, которые здесь находятся, это фаундеры, фаундеры либо будущие фаундеры, у вас должны в голове роиться целая куча, как помните, в матрице все эти цифры зелененькие. У вас куча зелененьких цифр должно быть. Lifetime value of customer, cost of customer acquisition по этому каналу, по тому каналу. Сколько у вас сейчас пользователей, какой процент из них конвертируется, какие у вас были продажи в прошлом месяце, какие были продажи в предыдущем месяце. Я говорю сейчас, казалось бы, такой common sense, просто здравый смысл, понятная вещь. Друзья мои, большинство, большинство стартаперов этого не знают. Я спрашиваю многие, даже успешные компании, а что у вас с этим, а что у вас с кем? Ой, я не знаю, надо посмотреть. Это ужасно, это так не должно быть. У вас постоянно должны эти цифры мучить, если вы хотите быть успешными. Но я делаю такое предположение, что люди, которые решили потратить свой чудесный субботний вечер, вместо того, чтобы в масках где-то ходить, слушать этого чувака, вы, наверное, как бы хотите добиться успеха. А многие из вас, наверное, добились. Так вот, способ этого добиться, это постоянно зелененькие цифры, как в матрице у вас должны. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Customer acquisition cost. Этот канал стоит столько-столько. В прошлом месяце продажи были такие. Столько-то людей загрузило наше приложение. Daily users у нас такие-то. Вчера были такие-то. Завтра кандиды такие-то. Что получилось и так далее. Скучно, грустно, но очень-очень важные вещи, которые мы делаем. Возвращаясь к способам роста. Ну, я пройдусь так по нескольким, но совсем не обязательно, чтобы вы использовали именно эти, чтобы вы использовали все. Еще один способ роста, совершенно потрясающий способ роста, это партнерство. Партнерство по дистрибуции, партнерство по маркетингу, партнерство по PR, партнерство по продажам и так далее. Пожалуй, самое известное партнерство, которое было способом роста, это партнерство Microsoft и IBM. Помните, когда Microsoft стал поставлять DOS, у него не было ни одной, ни одной единственной темы роста, ни одного другого способа роста. Только партнерство с IBM. У них не было ни PR, ни рекламы, ни affiliate программы, вообще ничего. Просто тупо сидели на заходках IBM. Тема очень-очень большая, очень сложная и очень интересная. Она возвращает нас к началу нашей лекции, к разговору об аналитике. Когда вы делаете аналитику, одна из очень важных строчек, которую, мне кажется, хороший стартап должен постоянно вести, постоянно об этом думать, это тема того, кто могут быть нашим партнером, для кого, чей есть продукт, у которого есть достаточно серьезный свой собственный distribution, в котором не хватает функционала, который есть у нас, в котором не хватает решения, которое есть у нас, в котором не хватает продукта, который есть у нас. Осознавая это, упаковав это правильным образом, вы можете и должны, как мне кажется, этих ребят атаковать, этих ребят пытаться убедить и не бояться, друзья мои, не бояться, что вас скопируют. Не бояться, что вас скопируют. Потому что, во-первых, вас все равно скопируют. Значит, есть только два, есть только две причины, почему кого-то не копируют. Первое, вы занимаетесь ерундой, это никому не нужно. И второе, еще не узнали про то, вы еще не успешны, вы еще пока маленькие, вы не выросли до того, чтобы вас скопируют. Все остальное копируют. Все копируют. Поэтому не надо этого бояться. Будут копировать, все нормально, все хорошо. Вы когда приходите к кому-то, скажем, к большому телефону, к какой-нибудь большой страховой компании, либо к не очень большой, но достаточно успешной игровой компании, предлагая им с вами запартнерить. Имейте в виду, что вы не просто приходите и говорите, клево было бы вашим пользователям иметь XYZ, которые сделали это. Нет. Вы говорите, ребята, у нас есть готовое, отлично работающее, классное решение, на котором мы учились год, потратили кучу усилий, там то-то, то-то, все работает совершенно офигенно, была куча проблем, когда в трое ему все заработало. И вот у нас готовый API-чик, и вот у нас готовая документация, и вот у нас готовые бизнес-модели, мы знаем, как с вами работать. Кстати, тоже важный момент. Вы просто приходите и говорите, а клево будет. Вы говорите, вот бизнес-модель, там, скажем, 50 на 50, либо там доллар за каждую инсталляцию. И вот таким способом мы можем вас интегрировать, на это нужно, предположим, 4 дня, и после этого все работает так, наши проекции такие-то, такие-то. Да, есть некоторый шанс, что, послушав вас, они скажут, о, прикольно, мы сами можем это сделать. Ну, окей, ну и сделаю. Ну, это не конец света. Но если вы, боясь, не будете к ним приходить, не будете с ними общаться, то шансов, что вы получите этот канал сбыта, в общем, практически ноль. Вот. Значит, партнерство – это офигенно крутая штука. И если вы правильно найдете, кому залезть на закворки, есть в английском такое же выражение, сидеть на закворке – пигибэк. Вот. Вот если вы найдете с кем пигибэк, то это может быть очень-очень мощным драйвером роста, и если вы найдете такой IBM, как Microsoft нашел, вау, вы очень круто цветите. Следующая тема – это афилии. Я не знаю, по-русски афилиативы, да, или как? А, партнеры. А, партнеры. Окей. Значит, во-первых, для них существуют большие сообщества, например, cj.com, Commission Junction. Во-вторых, для них существует огромное количество различных гуру. Значит, с этими гуру, с гурами. С ними нужно быть с этим гуру осторожными, потому что там тоже достаточно большое количество жуликов, так же, как все change in optimization, все change in marketing. Но там также существуют простые правила. А. Либо у вас есть друзья-знакомые, которые этим занимаются. Б. Если это люди не знакомые, они должны продемонстрировать, кому и что они сделали классно. Вы сначала проанализируйте, где кому и что они сделали классно. Афилиейт работает лучше всего, если вы что-то продаете. То есть, грубо говоря, если у вас какой-то бесплатный продукт для оформления фоточек, то более-менее забудьте про Афилиейт, потому что Афилиейт работает забавно. Но если у вас какой-то сервис по прокату автомобилей и вы считаете, что через вот эти каналы вы можете построить, пробуйся. То есть в Афилиейт, что очень важно, тестировать. В Афилиейт такая вещь, как хеджинг, то есть ставку не на одну черную поле в казино ставить, а на много всяких. Это очень важно. Это, собственно, все про Афилиейт. Ребят, а нет воды просто? Я извиняюсь. Воды! А спросите пусть вода. Спасибо. Что-то как-то. Какая не холодная. Да не любой. Ага. Значит, следующий способ роста – это оффлайн. Это достаточно странная штука, потому что, в принципе, когда мы говорим стоп-кап, мы подразумеваем что-то такое цифровое, что-то такое онлайн и так далее. Спасибо большое. Оффлайн – это офигенная штука. Оффлайн – это какие-то собрания типа такого, куда вы можете пригласить людей, по какой-то теме. Ключевое слово здесь – бесплатно. В принципе, конечно, за какие-то вещи люди могут платить, особенно если это интертейнер и так далее. Друзья мои, я живу в стране, которая изобрела слово «бесплатно», и практически все большие успешные вещи – Skype, WhatsApp, Viver, Facebook, ICQ, Yahoo, Google – это бесплатные вещи. Бесплатность. И сейчас мы перейдем к моему любимому коньку – виральность, на котором я тоже останавливаюсь гораздо больше, чем на других способах. Уходи. Спасибо. Чего на других. У меня самый шикарный. У ни одного оратора еще не было трех. Пока типа свадают. Спасибо. Значит, оффлайн – это офигенная тема, вот почему. И фри – это офигенная тема, вот почему. Если вы можете привести либо значительное количество людей, либо людей, которые, как вы, я думаю, инфлюенсеры, то есть люди, которые могут на что-то влиять, люди, которые обладают значительной репутацией, люди, которым там много людей ставят лайки и так далее, то вы можете достичь очень большой аудитории. Предположим, вы какой-нибудь там, не знаю, сервис по продаже горных велосипедов. Я почему-то очень не ниже на горных великах, но почему-то не нравится. Значит, если вы сервис по продаже горных великов. Объявите по правильным каналам, чуваки, собираем там, приходит чемпион по горным великам, и он будет крутить педали, рассказывать там свои трюки, показывать там какие-то вещи и так далее. Вы соберете цвет казачества, которые вот именно вот такие горно-велосипедные чуваки. Оффлайн имеет очень большую силу, потому что когда люди реально друг друга увидели, у них гораздо больше такой психологический, social connection, psychological connection между ними возникает, чем между другими. Это, собственно, то, чем пользуются политики. Если вы посмотрите, как в Америке идет, вот сейчас как раз у нас избирательная кампания, через год, ровно через год практически выборы президента и части Конгресса. И то, что они все знают, что нужно проводить, это называется в Америке town hall meetings. Просто там в каждом городке существует такой маленький актовый датчик, обычно вот в такой небольших городках. Днепропетровский большой город, не хочу. Вот, и это замечательный камп. Вот, тоже не хочу видеть никакого значения. Значит, и кандидаты обычно приходят и встречаются. С одной стороны, это огромная трата времени, да. То есть они там встречаются с 50 или со 100 людьми, когда выступая по телевизору, они сразу же могут там 2 миллиона человек, живущим там в районе Mobile в Обаме, например, с ними поговорить. Но это совсем другой эффект. Когда человек видит другого человека, когда другой человек с ним разговаривает, это очень круто. И когда этому человеку еще что-то говорят, вот вы получили бесплатный там рассказ про горный велосипед, а вот за это не будете ли вы столь добры прийти к нам тогда-то, тогда-то, зарегистрироваться тогда-то, тогда-то, не участвует в том-то и том-то, тогда-то. Теперь переходим к любимейшей моей теме – виральность. На нее я потрачу чуть-чуть больше времени. Сразу же скажу, что виральность требует долгого, кропотливого изучения. Это очень серьезная штука. ее никто, включая меня, так вот реально не знает и не умеет. Это очень-очень все тяжело делать. Я годами-годами занимался, построил на этом несколько, ну, три сайта с миллионами пользователей. Но на самом деле тоже не понимаю, честно скажу. Поэтому все, что я сейчас буду говорить – это пукло. Но, по крайней мере, это пукло немножко менее пуклыжное, чем то пукло, которое там говорят друг другу. Поэтому прошу воспринять мои слабые попытки вам помочь с неким чувством юмора и с с нехождением моей слабой измученной местной холодной погоди в натуре. Значит, виральность. Там есть несколько вещей. Значит, первая вещь, извиняюсь за примитивное объяснение виральности, это осознать, что виральность – это, собственно, не более, чем обычный вирус. То есть человек, который пришел куда-то, чихнул, заразил других людей, эти люди пошли куда-то и заразили других людей. Как бы просто. Но в виральности есть несколько очень важных моментов. Первый важный момент. Люди не хотят и не будут рассказывать другим людям о вашем продукте, если они по какой-то причине от вашего продукта не тащатся. Совсем не обязательно, чтобы они там просто теряли сон и были влюблены в вашу продукту. Но достаточно, чтобы они видели какой-то бенефит, какое-то преимущество от вашего продукта. Он сохраняет ему какие-то деньги, он учитывая чего-то классное, он очень секси, он очень прикольный, он чем-то удобный, он имеет какой-то функционал, который не имеет никто, он заставляет их чувствовать себя лучше, там, бла-бла-бла. Короче, должна быть какая-то вещь, тема, резон, почему ваши пользователи делятся вашим продуктом. Говорю сейчас вещи, которые, казалось бы, общепонятны. Друзья мои, 90% стартаперов, с кем я говорю, и начинают говорить про виральность, они просто совершенно забывают, что должен быть какой-то резон, почему люди говорят о офигенной теме, и они должны четко от зубов у каждого из вас должно отскакивать. Почему будут ваши продукты делиться? Да потому что он у нас, и дальше вы должны сказать почему. Значит, следующий объект виральности – это способы виральности, да, то есть как сделать так, чтобы этим людям было просто, удобно и легко вашим продуктам делиться. Либо это какая-то кнопочка шеринга, либо это какой-то рэнкинг, либо это какой-то способ импортировать свои контакты, либо это какая-то возможность сделать там селфи-фоточку на фоне там чего-то, чтобы делать. То есть должны быть какие-то простые, четкие способы, в которых вы должны отдавать себе отчет, что это простой, понятный, четкий, легкий, по-четски легкий, несложный способ вашему пользователю делиться вашим продуктом с кем. Следующий очень важный момент виральности – это, я, к сожалению, не знаю русского одного слова, это очередный шагов, по-английски это ворк и ворк и ворк. Последовательный шагов, да, но все равно это не одно слово. Ворк и ворк, ворк, а последовательный шагов. Значит, это последовательный шагов, спасибо. Есть моменты, в которых люди хотят поделиться продуктом, а есть моменты, в которых не хотят поделиться продуктом. То есть, грубо говоря, если я захожу в Univermack, и Univermack мне сразу же говорит, о-о-о, расскажи другим про нас. Я еще не был тут ни разу, я не знаю, что это такое. То есть при загрузке вашего продукта не ожидайте, что кто-то сразу же что-то не будет делать. Дайте человеку попользоваться. И в тот момент, я не знаю когда, но это вам нужно говорить, в тот момент, когда пользователь наиболее счастлив, например, когда он поставил вам высокую оценку, например, когда он только что купил какую-то продукту, например, когда только что он выиграл что-то, например, когда он только что победил в игре, например, когда ему только что какая-нибудь девочка, если это дейтинг-приложение, что-то такое написал. То есть какие-то моменты маленького удовлетворения, маленького счастья, маленького, как бы, о, классно, эта штука сработала, решила мою проблему. В этот момент нужно говорить, а не хочешь ли ты, дорогой друг, там поделиться? А не хочешь ли ты, дорогой друг, пригласить кого-то? Еще один очень важный момент, это думать при виральности о той мотивации, друзья мои, очень важное слово, мотивации, которая есть у вашего пользователя, зачем он хочет этим делиться, почему он хочет этим делиться. Мотиваций всего несколько, есть даже мудреная книжка, которую я пишу, все никак не напишу, называется она «One hundred and one viral marketing skills», в которой эти мотивации раскладываются. Их не так много, но одна из мотиваций, там на вскидку, не все сейчас на того, одна из мотиваций – это помочь кому-то. Вы нашли какое-то приложение, которое что-то делать, вы хотите помочь. Вторая мотивация – поклассаться какой-то классный, вы там прошли сколько-то уровней, либо ваш IQ там 148 и так далее. Третья мотивация – быть хорошим человеком, то есть вот там какая-нибудь девочка ищет там то-то и то-то, там помощь в уходе за своим кроликом, вы хотите помочь этой девочке в уходе за кроликом, поэтому шерите на фейсбуке, ваша мотивация – чувствовать себя хорошим человеком, вы что-то такое хорошо делаете. Ну и так далее. Есть еще их несколько. В принципе, неплохая мотивация заработать денег, но нужно отдавать себе отчет в том, что граница между афилией и виральностью заключается в том, что афилия – это совершенно циничная попытка на чем-то заработать. Виральность – это альтермистическая попытка человека, которому что-то нравится, поделиться этим делом. Еще пару способов роста назову и на этом пока остановимся, потому что их на самом деле очень много и нужно мать путем делать. Еще один очень классный способ роста, он не для всех подходит, но для многих он подходит потрясающе – это различные мероприятия, устраиваемые не вами, в отличие от указанного уже оффлайн-эвента, а устраиваемые кем-то – конференции, выставки, симпозиумы и так далее. Это огромная наука, как вести себя на выставках, это огромная наука, тоже отдельные лекции, небольшой специалист, хотя, наверное, десятки проводил шоу, выставлялся и, наверное, был на десятках как гость. Это очень важная тема, потому что там, опять же, тот же самый эффект присутствия face-to-face, там очень много возможности для аналитики посмотреть, что делают ваши конкуренты, но конференции, семинары и так далее можно отработать хорошо, можно отработать плохо. Отработать хорошо – это значит получить большое количество контактов, написать этим контактам фулуапы, не ограничиваться одним фулуапом, описать их до тех пор, пока вас либо не пошлют, либо это уже будет там быть пятое напоминание, и вы поймете, что все, но попытаться все-таки сконвертировать эти разговоры во что-то реальное. Огромное большинство людей, которые ходят на различные конференции и выставки, просто тратят свое время, потому что потом они в лучшем случае пишут какое-то письмо и не отвечают, они говорят, ай, ладно, не ответили, как бы все, я конференцию отработал, все надо. Для этого тоже нужна некая база данных, может быть CRM, может быть просто обычный строчит, в котором записывались, с кем говорили, что человек сказал, что человек попросил, о чем был прикол, который человек рассказал, что за человек такой продукт, что человек просил, был ли какой-то вопрос, не смогли ли на что ответить, сколько раз человеку написали, предыдущие письмо, адрес контакта, где живет, какая тема и так далее. Вот, эта штука очень важная и очень интересная. Ну и в заключение, какой-нибудь еще способ просто, который я не упоминал, традиционный маркетинг. Это на самом деле тоже огромная тема, тоже требующая довольно большой лекции. Традиционный маркетинг это то, как раньше, собственно, все продавали. Очень большая часть традиционного маркетинга осталась до сих пор в силе, я уже упоминал ее, это то, что я назвал обшивкой, это создание различных материалов, с помощью которых вы продаете, это хранение базы данных, опять же, спредшита, о том, куда вы можете пойти, с кем вы можете поговорить, это подготовка правильных секций на вашем сайте, в вашем продукте, в вашей документации и так далее, о том, как бы, в чем преимущество этого продукта, зачем этот продукт нужен. Это работа с отделом маркетинга, который должен подготовить маркетинговый план, который должен подготовить то, что называется маркетинг-микс, то есть смесь вот этих способов роста, способов рассказа, способов доступивания, скажем так, до публики, до ваших потенциальных клиентов на тему того, что же, собственно, у вас есть и что вы можете им подождать. Ну, и я думаю, что если еще долго-долго меня мучить и трясти, я, наверное, еще способов про 7-8 расскажу. Но давайте оставим, как говорил один великий человек, хороший оратор всегда оставляет желание услышать или послушать еще что-то, так же, как хороший обед всегда заставляет человека думать о том, что я бы еще съел бы вот это или вот это. Давайте оставим немножечко, некую пикантность в ваших отношениях на будущее. Значит, сейчас я сделаю полуминутный перерывчик, чтобы погнуть в воду.